Установка нового лифта достаточно дорогое и сложное мероприятие. Выполнение работ по замене механизма осуществляется всегда профильной организацией. В областном центре эти функции возложены на специалистов открытого акционерного общества «Брестлифт». В среднем на замену одного такого комплекса уходит от 25 до 45 дней. Однако, понимая, как непросто порой бывает людям в доме без лифта, сотрудники предприятия стараются сдать объект как можно раньше. В области в 2022-м реконструкцию пройдут порядка 130 объектов, из них 85 в Бресте. Лифт, который прошел эксплуатацию 25 лет, он подлежит замене. Мы меняем на Могилевский лифт, это пассажирские серии ЛП-0401К. Лифты с виду все одинаковые, но внутри, в зависимости от конструкции шахты и размещения оборудования лифтового в машинном помещении, они каждый уникальны. И разрабатывается каждый по индивидуальному проекту. В этом году запланировано 133 лифта по всем районам Бреста, на Ковалевке, на Вульке, Орловске, на Речице. 14 объектов от общего числа запланированных уже сегодня находятся в стадии монтажа, в частности на Речице, по улице Пригородной. Не всегда установить новое грузоподъемное оборудование получается так просто. До 25-30 лет технологии производства лифтов и требования к их эксплуатации изменились. Поэтому имеющиеся условия приходится приводить в должный вид. Работа эта кропотливая, не всегда приятная для жильцов из-за шума от строительных работ, но необходимая. На выходе люди получают новый удобный механизм, который будет перевозить и пассажиров, и негабаритные грузы. Сложность в том, что она демонтирована на оборудовании. То есть оборудование все надо разобрать, его надо вынести, в отличие от новостройки, понимаете. Его надо по частям. То же самое происходит и при монтаже. То есть оно проходит в разобранном виде, надо его занести в шахту и собрать шахту, чтобы она была, так сказать. А новостройки отличаются тем, что там все новое, там все краном механизировано. У нас более, так сказать, меньше трудоемкость процесс этот происходит, чем при демонтаже лифта. Новые машины будут находиться также на постоянном контроле. Ежегодно специальные комиссии оценивают состояние домов и лифтов. Во многих случаях добросовестное отношение к оборудованию и ответственность самих жильцов позволяет сохранить целостность подъемных механизмов на долгие годы. Если же контролировать человеческий поток не представляется возможным, нередко люди, проживающие в доме, устанавливают камеры видеонаблюдения. Это позволяет в случае порчи имущества найти вандала и наказать его по закону.